Еврокомиссия одобрила проект Германии по многомиллиардной помощи авиаконцерну «Люфганза Групп». Этот пакет включает 6 миллиардов евро на рекапитализацию и 3 миллиарда евро государственной гарантии по кредиту и предусматривает ряд условий для того, чтобы авиаконцерн не получил значительного конкурентного преимущества. Председатель наблюдательного совета «Люфганза» Карл Людвиг Клей заявил, «У нас заканчиваются деньги. Сегодня мы существуем благодаря средствам, отложенным во время успешного периода». Но очень скоро мы их используем. Без этой поддержки в течение ближайших дней нам угрожает банкротство. Экипажи самолетов «Люфганза» выразили протест против того, что профсоюз согласился с пакетом экономических мер, предложенных руководством. Вопрос увольнения отложен до конца 2023 года. Но сотрудники компании будут меньше работать, а зарплаты будут урезаны. Концерн несет огромные убытки из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. И на прошлой неделе вышел из главного индекса франкфуртской фондовой биржи DAX. В рамках проекта помощи Государственный фонд стабилизации экономики получит 20% в капитале «Люфганза». Между тем, крупнейший бюджет на авиакомпании Европы Ryanair намеревается оспорить решение Еврокомиссии. В среднесрочной перспективе деньги будет приносить только досуговый бизнес. Обычно это пассажиры, которые летают на небольшие расстояния, пользуясь услугами таких авиаперевозчиков, как Ryanair. Поэтому подобным компаниям будет проще восстановиться и снова обрести долю на рынке, в то время как такие авиаперевозчики, как «Люфганза», действительно должны пересмотреть свою бизнес-модель. Одно из условий помощи «Люфганза» – лишение компании приоритетных прав на взлет и посадку самолетов в крупнейших аэропортах Германии во Франкфурте, на Майне и в Мюнхене.